да у нас возникают сейчас партнеры которых мы можем пытаться определять через чувственную сферу вот и говорит что это любимый человек там это все пятое и десятое но я просто предупреждаю быть осторожными в этом смысле. И партнерство я бы менял местами, понимаете? То есть если раньше была любовь, которая предполагала отношения, то сейчас примат-партнерство очевидно выходит на первое место по причине тотального чувства одиночества, которое все люди испытывают. Потому что сейчас чем дальше, тем больше. Оно одиночество пока не проблематично, потому что, и может быть оно никогда и не будет проблематично, потому что вы все равно можете все время находиться в цене потребления контента. Представьте себе на секунду, что у вас выключают, вот это электричество поломалось, и дальше, вот что вы будете в социальном смысле делать? Не в смысле там выживания, а в смысле вот коммуникации. Вам нужно будет где-то этих людей найти, понимаете? Вы посмотрите, что у вас тут по квартире ходят, вы скажете, нет, мы уже давно не встречались, мы все каждый в своем информационном параллельном потоке находимся. Вот, а где мои-то люди? Они же вот здесь. Они же не... Вот, и мы не испытываем одиночество, вот в том смысле, в котором мы на самом деле сейчас одиноки. То, что фундаментально сейчас... Вот, когда у вас вот это было раньше, вы могли испытывать одиночество, но после этого все равно вас затягивало на орбиту этих отношений. Вы могли там поразругаться, там и так далее. Потом вы все равно возвращались. Сейчас больше нету этого ядра, вокруг которого все это крутится. И если вы задумаетесь про то, с кем вы на самом деле близки, и в чем ваша близость состоится, у вас возникнет, ну, я думаю, некоторое... недоумение, так сказать. Аккуратно, если говорить. Вот, и идея партнерства, идея вот этого взаимодействия, она должна становиться, как мне кажется, я не навязываю, и кто меня послушает. Вот, но это то, что сейчас должно стать в центре нашего внимания. Почему я так говорю? Значит, потому что сейчас все очень готовы к отношениям. Но эти отношения начинаются сразу с торговли. Это все время сразу начинается переговор. Так, значит, ну, что, мне нравится, не нравится, что, давай, ты уже реши что-то, говорит, значит, будет так, 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 так. Вот, и сразу начинается, что мне от этого будет? Хрена мне с этим иметь дело? Что это такое? И это начинается сразу, бесконечная такая внутренняя торговля. К этому дает богатство выбора, которое вы тоже изучаете. Потому что, ну, здесь мне это, там мне то. А давай ты вот то, то, то и то. А, нет. И вот начинается бесконечный вот этот торг. И он настолько нас делает... Ну, вообще у нас время, мы же понимаем, да, время невероятно нарциссичное. Ну, вот это, когда-то вот это было, понимаете, стань собой. Помните вот это? Это же была, это был протест против социального, вот того, дисциплинарного общества. Был дисциплинарное общество, ты должен был быть каким-то, да? Ты должен был следовать инструкции, ты должен был следовать определенному набору правил. Да, но сейчас это быть собой, это абсолютно нормально. То есть не быть кем-то сыном родителей, там, мужем, жены, там, подчиненным в организации. Только 17% зетов считает, что они должны слушаться своего руководителя просто потому, что он старший по должности. Он должен быть лидер, он должен, значит, заботиться, он должен заинтересовывать и так далее. Ну, вот воспитатель в детском саду, понимаете, аниматор должен быть, и вот тогда дети будут с ним играть. Ну, вот, а так чего? Вот, да, так что время стало, оно сначала, это было естественное, понимаете, протест против социального давления, против рамок, там, и так далее, а потом оно незаметно превратилось в норму жизни, да? И сначала я, вот, понимаете, Бубер пишет там, у него целое, у меня, кстати, висит там, Бубер, это, автограф, да, вот, Мартин Бубер, я, ты, он говорит, вот функция, да, что делает нас человеком? Не я, да, а я, ты. Только когда мы через друг друга, вот это мы становимся человеком. То есть другой человек мне необходим, чтобы я был. Сейчас это, конечно, вопрос, да. Плюс растет по данным, так это называется, экстернальность, да? Значит, это что такое? Это то, что я не несу ответственности за все, что происходит. А зачем? Ну, может быть, вы все возьмете и понесете, вот руководитель станет аниматором в производстве. Ну, скучно ходит, в костюме, пусть приходит в форме бутерброда и приглашает на ланч. Да, и, да, время стало невероятно наркотичным. Оно, как бы, каждому говорит, вот твой мир, твои подписки, твое видео, твои интересы, там, и так далее. Весь бизнес работает на это. Весь бизнес занят тем, чтобы создать для человека абсолютно условия, когда он не нуждается в других людях, кроме этого бизнеса. Доставка еды, эти машины, такси, там и пятое, десятое, и все у вас тут, из телефона. И вот желательно, чтобы это прямо, и вообще никого не было. Сейчас абсолютная независимость от других людей, абсолютное потворство моим интересам, вкусам, пристрастиям. И дальше мы превращаемся в таких маленьких детенышей, которым еще и раздражает, что такси недостаточно быстро приехало, доставка была какая-то не такая, и то было не то, и это не то, и вообще что это такое. Такая капризность, так сказать, становится мерой. И вот я возвращаюсь к вопросу, и почему я пытаюсь объяснить, почему вообще функция отношений, она сейчас будет приобретать, ну вот, колоссальное значение для того, чтобы мы сами, не наш партнер, а мы сами могли обладать какой-то реальной самостью, ну вот, каким-то своим собственным миром, да, потому что в противном случае все это делается как бы за меня. Я оказываюсь вот этим броуновским телом, который толкают эти бесконечные молекулы, чтобы оно двигалось в определенном направлении, и все. Ну, так устроен весь бизнес, потребление, социальные сети и так далее, и так далее. Вот. И мы должны переосмыслить для себя, что такое эти отношения. Что это такое? Зачем они нужны? Вы задумывались? Вот так. Ну, надо для того, для того, для того, да? Но ведь можно и без этого, можно и по-другому, да? Согласились? Да нет. Вот правда состоит в том, что сейчас отношения обретают, как бы, могут быть поняты нами, только на уровне очень личностных, ну, личностных, я здесь это говорю, да? На уровне очень внутренним, но таком, как бы, неутилитарном. Раньше отношения нужны были для решения утилитарных вопросов. Они нужны были для того, ну, кроме всего этого, там, давления и так далее. В них должен был, ну, как бы, был профит. И сейчас, я просто, когда говорю, люди пытаются сообразить отношения, они думают, какой профит? Ну, вот, что мне с тебя будет? Ну, вот, и вот начинается вот эта торговля. И эта торговля, я пытаюсь объяснить, не приведет ни к чему хорошему. Потому что вы всегда сможете, а через шаг получить это проще. Зачем терпеть другого человека? Если все можно решить без него, без него даже проще, потому что ты ему сказал, он сказал да, потом у него голова отъехала, и потому что ему позвонили, там еще что-то, и все, и он уже забыл, о чем договаривались. Вы не замечаете такое? Вот, и дальше легче самому сделать. Вот, и весь прагматический смысл отношений сейчас утрачивается, но у нас сохраняется желание искать этот прагматический смысл. И это грозит разочарованиями. Ну, можно же веселее жить. Вот это вот сейчас, вот это, кто там, Дуров, выступил в очередной раз с речью Махатма Ганди. Переоцененные вещи, значит, там была переоцененная вещь недвижимости. Потому что можешь, если есть недвижимость, надо в ней жить, а если нет недвижимости, можешь по всему миру ездить. Я так про отношения могу сказать, очень переоцененная вещь. Кто-то должен в них все время пойти, а то можешь, так сказать, по всему миру колесить. Звучит как-то даже бодряще. Языки разные, но есть и универсальные. Поэтому, да, значит, возвращаясь к переосмыслению того, что такое отношения. Мы относимся традиционно к отношениям, как к чему-то, что нам нужно, потому что принесет нам какой-то прок. Ну, какой-то есть смысл. Вот девушки, когда сейчас разрывают очередные отношения, они говорят, ну, они как бы, ну... Какой прок от него? Никакого. Вот. Значит, и я возвращаюсь к мысли, что сейчас нам нужно понять, что единственная ценность, которая в отношениях есть, это не прок, который из них может получить, а возможность, способны вы не чувствовать себя одинокими или нет. Может ли этот человек создать ощущение, что вы не одиноки? Причем, если вы его берете для прока, вы уже одиноки. И очень быстро в этом начинаете убеждаться. И единственное, что остается ценным в этих отношениях, это то, что вы не один в мире. Спасибо. Спасибо. IF